С января текущего года семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут передать на временное воспитание своих детей в возрасте от 0 до 18 лет в Центр помощи. Основная цель которого не разлучать семью, а предоставить возможность родителям решить свои проблемы, пока о детях заботится государство. Для этого была открыта еще и комната для младенцев. На сегодняшний момент у нас уже побывали в младенческом блоке. Он у нас открыт с 1 января 2022 года. Уже 6 детей, это достаточно большое количество детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И все они оказались в одном центре помощи детям, с одним воспитателем, с одной группой, в хороших, замечательных домашних, а может быть даже и лучших домашних условиях. И на тот период, когда родителям было сложно, они смогли здесь проживать. Ситуации могут быть разные. Например, поездка с одним ребенком на реабилитацию в другой регион. Либо необходимость срочной операции, а детей не с кем оставить. В этом случае можно обратиться в центр помощи. Если у вас или у ваших знакомых или у соседей вы увидели, что они оказались в трудной жизненной ситуации, у нас есть возможность определить временно, совершенно временно детей на этот период, пока наши родители или родители тех детей будут решать те или иные проблемы, связанные с благополучием, вот в наше учреждение. При этом они имеют возможность посещать, помогать материально, что-то гулять, делать все для того, чтобы не разрывались эти нити. Родителям не стоит волноваться. Никто не лишит вас родительских прав на этот период. Наоборот, малышам будет предоставлен полный уход. Помимо медицинского обслуживания, дети продолжат ходить в школу и детский сад. Что же касается младенцев, то за ними прикреплена квалифицированная няня. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства. Специалисты органов опеки изучают эту ситуацию, причем детально все. Скорее всего, попросят вас пройти медосмотр для того, чтобы определить детей сюда. Это полное медицинское обследование. Второй этап. Опека принимает решение, готовит пакет документов, получает путевку на временное пребывание ребенка в Центре помощи детям и определяет детей в это учреждение. Наша задача нашего учреждения – это иметь постоянный контакт с этими родителями, видеть обратную связь, понимать, что родители интересуются детьми, что они помогают. На сегодняшний день в Центре помощи находятся более 20 детей, в том числе трехмесячный младенец. За дополнительными вопросами можно обращаться в органы опеки и попечительства или в Центр помощи детям, где вас поддержат и помогут найти выход из сложившейся ситуации.